Второй момент, что вы очень хороший вопрос задали насчет вопроса соотносимости моделей Беларуси и России. И вот тут, когда мы начинаем наблюдать, смотреть, изучать, анализировать все сферы, где мы интегрировались плотно и те сферы, где у нас имеются проблемы, то мы видим как раз все вот эти особенности. То есть в научно-технической отрасли, там где есть Академия наук российской, белорусской, институты соответствующие государству, там нормально. Где у нас ВПК, где государственное предприятие российское, где государственное предприятие белорусское, там нормально. А когда мы начинаем смотреть по частной сфере, да, вот МАЗ-КАМАЗ, РОССЕЛЬМАЖ, ГОМСЕЛЬМАЖ, да те же самые вопросы нефти и газа, сразу возникают конкретные проблемы. Почему? Потому что разные подходы. Пример тому может быть белорусская калийная компания, да. Если вы сравните работников, которые получают заработную плату на Беларусь-Калий, социальный пакет, да, и сравните их с работниками Урал-Калия, то вы увидите огромнейшую разницу, да. Почему? Потому что Беларусь-Калия это государственное предприятие, где получают по 2000 долларов работник, где ему обеспечивается бесплатная путевка семье, на конкретные возможности в социальной сфере. То есть он выходит на пенсию, ну, я не побоюсь этого слова, с коттеджем и с двумя квартирами для своих детей. Такого нету, например, в Урал-Калии. Совершенно другая ситуация в социальной сфере, например, может быть в других предприятиях, да. И это вот главная проблема. Многие в Российской Федерации видят интеграцию через приватизацию, к сожалению. И это... Из-за этого, кстати, и растет определенное недоверие, в том числе, если уже быть более откровенным, по этим пунктам и у меня имеется некоторое недоверие. Почему? Потому что я участвовал в некоторых форматах круглых столов и переговоров и видел определенное желание в том числе некоторых корпораций российских. Ну, на самом деле вы еще... Субтитры создавал DimaTorzok